Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ЛРТ программа «Калейдоскоп» в студии Ольга Чуканова. И сегодня у нас в гостях специалист по ВИЧ-инфекции Люберецкой районной больнице номер 2 Елена Разговорова. Елена Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас вновь видеть в нашей студии. Тема сегодня, как всегда, актуальная, сложная. 20 мая памятная дата – Международный день памяти умерших от СПИДа. Скажите, пожалуйста, сколько ВИЧ-инфицированных людей проживает сегодня на территории Люберецкого округа? На территории Люберецкого округа в настоящий момент проживает более 1600 ВИЧ-инфицированных. Говоря о прошедшем году, сколько прибавилось к этому количеству? То есть я хочу сейчас услышать статистику. С каждым годом количество ВИЧ-инфицированных уменьшается или растет? Конечно, оно растет, потому что ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание. То есть предыдущие годы никуда не деваются. Каждый год к этому количеству прибавляется еще какое-то новое количество случаев. Но если раньше у нас было стабильно 110, 116, 118 случаев за год, то, к сожалению, в прошлом году 265 человек. Ранее мы с вами, когда встречались в этой студии, говорили о среднем возрасте 30-40 лет. Сегодня это заболевание молодеет, стареет или что с ним происходит? Основная масса ВИЧ-инфицированных так и остаются в возрасте 30-40 лет. Это впервые выявленное заболевание у людей, которые ведут совершенно нормальный образ жизни, которые никогда не употребляли наркотики, не имели большое количество половых партнеров. И тем не менее заразились ВИЧ-инфекцией. Но, к сожалению, по своей работе я могу сказать, что у нас сейчас опять пошел рост новых случаев заболевания наркоманией. И, разумеется, риск, связанный с этим, остается. И у нас выявляются новые случаи ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков. В том числе возраста совсем молодого, даже несовершеннолетние еще подростки. Как люди узнают о ВИЧ-инфекции, о том, что они ВИЧ-инфицированы? Пока не разовьется так называемый СПИД, то есть когда не начнется прогрессирование ВИЧ-инфекции, поставить диагноз можно только по анализу. И вот это как раз то, что людям не дает возможности узнать о своем диагнозе заранее, и как бы вовремя начинать лечиться. То есть мы говорим о том, что ВИЧ и СПИД – это разные вещи? Ну, СПИД – это сленговое слово, которое появилось в самом начале эпидемии. Оно не очень грамотное с медицинской точки зрения, но поскольку во всем мире оно принято, то мы его сохраняем, подразумевая под СПИДом прогрессирующую стадию ВИЧ-инфекции. Что под собой подразумевает прогрессирующая стадия ВИЧ-инфекции? Что человек должен почувствовать, чтобы обратить на это внимание? Вы знаете, ВИЧ-инфекция имеет очень много масок. И часто очень без анализа очень трудно поставить этот диагноз. И врачи, которые не сталкивались с ВИЧ-инфекцией, будут лечить от совершенно другого состояния, и не догадываясь, что причиной является это заболевание. Почему? Потому что ВИЧ-инфекция характерна тем, что поражаются иммунные клетки. Человек становится уязвим перед любым заболеванием, перед самым банальным урви, который у здорового человека протечёт именно как урви. А у человека с ВИЧ-инфекцией может перейти в тяжёлую пневмонию, или тяжёлый менинг-энцефалит, или любые другие тяжёлые состояния. Либо, например, онкологические заболевания, которые, в принципе, бывают и без ВИЧ-инфекции, но на фоне ВИЧ-инфекции они текут достаточно тяжело. Либо мы берём туберкулёз, потому что, когда я хожу к лекции школьникам, к старшим, спрашиваю, что такое туберкулёз, все в один голос говорят, что да, это поражение лёгких. Про это знают сейчас все, даже школьники. Но при ВИЧ-инфекции это может быть и туберкулёзный менинг-энцефалит, это может быть туберкулёз внутрибрушных лимфоузлов, которые приводят к кишечной непроходимости и заканчиваются, к сожалению, летальным исходом. То есть здесь очень сложно всё-таки не специалисту поставить диагноз. Какими способами сегодня передаётся ВИЧ-инфекция? Пути заражения не изменились. Это два основных пути. Первый – половой, и он у нас настоящий момент. И у нас в нашем городском округе, в Московской области, он является лидирующим. Почему половой? Потому что человек, заражаясь, долгие годы живёт, не подозревая, что болен. И ведёт нормальную с точки зрения обычного человека жизнь, в том числе имея достаточное количество половых партнёров. И каждый раз рискуя заразить другого человека ВИЧ-инфекцией. Второй путь, который тоже был, и который был лидирующим в России в начале эпидемии – это через употребление наркотиков. На долгие годы, на самом деле, мы забыли достаточно про этот путь передачи, потому что после 2004 года ежегодная актуальность этого пути снижалась. Но, к сожалению, в настоящее время у нас выявляются наркоманы, молодые люди, которые заразились ВИЧ-инфекцией через употребление наркотиков. Как люди реагируют, когда узнают о своём приобретённом недуге? Основная масса реагирует одинаково. Отрицание – это первое то, с чем я сталкиваюсь на приёме. Потому что человек ведёт нормальный образ жизни, у него хорошее образование, хорошая работа, социальный статус, семья, дети. И вдруг по какой-то причине он попадает в больницу, где берётся анализ на ВИЧ, в том числе. И анализ приходит положительно. И когда у человека ничего не болит, и вдруг доктор говорит, а мы знаете, у вас вот такой диагноз, конечно, это будет отрицание. И, к сожалению, это отрицание длится годами. То есть и 5, и 8 лет мы пациентов можем приглашать на приём, и люди не идут. Потому что они считают, ну как, у меня нет проблемы, я себя прекрасно чувствую. То есть они считают, что это ошибка, они идут делать повтор. Да, они считают, что это ошибка. И достаточно маленький процент, который всё-таки обладает достаточным уровнем, в том числе и интеллекта, можно так сказать. И он слышит меня на приёме, и хотя бы проходит дальше обследование, ну просто хотя бы, чтобы проверить. И дальше с ним уже работают психологи, доктора, специалисты, которые объясняют, что сейчас это заболевание, с которым можно жить, что можно иметь детей здоровых, нормальную работу. И как-то происходит вот этот этап принятия диагноза. Но отрицание – это первое, с чем я сталкиваюсь. Хотелось бы на этом вопросе остановиться более подробным. Так всё-таки, что такое СПИД сегодня? Современные технологии помогают ли людям действительно жить с этим диагнозом? Потому что, как Вы правильно сказали, что многие, сталкиваясь с этим, отвергают его, и что делается дальше? И люди отвергают, и общество отвергает. Что такое СПИД сегодня? Стал ли он более принимаемым? Социально приемлемым? Нет, социально приемлемым он не стал. И это одно из тех немногих заболеваний, которыми стыдно болеть, и стыдно сказать. И вот за прошлый год было два диких случая, когда у меня абсолютно социально адаптированные пациенты, имеющие хорошую работу, лишились этой работы, когда работодатель узнал о диагнозе. А как они? Каким образом они узнают? Вот от нас ничего не исходит, потому что врачебная тайна. У нас даже амбулаторные карты хранятся у меня в кабинете. Допустим, база данных, нет выхода в интернет, то есть я не могу базу обновить ВИЧ-инфицированных по интернету. Я должна поехать и под роспись получить вот эти данные. То есть здесь идет врачебная тайна. Но вы знаете, каким-то образом диагноз выходит, может быть, даже сам пациент где-то поделился, вот когда был тяжелый период принятия диагноза, и дальше пошло, работодатели увольняют. Мало кто оставляет у себя сотрудника, зная о таком диагнозе. А вообще сегодня есть какая-то практика защиты или, может быть, льгот, как у других людей, страдающих другими недугами? То есть, может быть, человек может рассчитывать на какие-то льготы или как раз-таки защита о том, что его не уволят с работы? Увольнять никто не имеет права. Это нарушение закона Российской Федерации. ВИЧ-инфицированные имеют право работать везде, кроме очень узкого круга, связанного с тем, что человек может заразить, допустим, врач, да, у него там хирург, который может заразить пациента. И то, в принципе, если этот ВИЧ-инфицированный доктор принимает лечение, то есть у него вирус крови не определяется, даже в этом ситуации его не имеют права отстранить от работы. Поэтому это нарушение закона. Но здесь мы говорим о другом. Здесь мы говорим об отношении в обществе к такому диагнозу. И если это частная компания, то работодатель имеет право поступать так, как он считает нужным. И поскольку у моих пациентов, конечно, очень тяжелая психологическая ситуация, люди, которые живут уже пожизненно с таким диагнозом, и очень часто в изоляции, потому что они и сами находятся в этой изоляции, они не обращаются за помощью, просто никто не пойдет защищать свои права через суд. Хотя это можно сделать. Но я так понимаю, что вылечить ВИЧ нельзя? Да, ВИЧ-инфекция – это неизлечимое хроническое заболевание. Но оно ничем не хуже, чем тот же сахарный диабет или бронхиальная астма, или огромное количество других заболеваний, которые являются хроническими. Мало того, такие тяжелые заболевания, как, например, онкологические, в настоящий момент тоже поддаются лечению, если диагноз поставлен своевременно, и своевременно оно начато. При ВИЧ-инфекции сейчас очень хорошее состояние, можно сказать, очень хорошее состояние по лечению. В чем оно выражается? В том, что существует огромное количество противовирусных препаратов. Это лекарства, которые действуют на ферменты, на ферменты самого вируса, не давая ему размножаться. И если вирус не размножается, он не разрушает иммунные клетки. Если иммунные клетки не разрушаются, соответственно, да, не снижается их количество, то человек остаётся неуязвимым перед какими-то, да, внешними воздействиями, другими заболеваниями, и он просто-напросто не болеет. Эти препараты человек приобретает сам или государство как-то поддерживает? Нет, у нас государство гарантирует лечение. Мало того, с прошлого года у нас министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила, что мы сейчас берём на лечение всех, у людей, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. То есть если раньше мы опирались на определённые лабораторные показатели, после которых были как бы для нас знаком, что пора начинать лечиться, сейчас у нас тактика такая же, как во всём мире. То есть мы должны лечить всех, у кого есть диагноз, так же, как поступает и Европа, и Америка, и, в общем, страны практически всего мира. И эти препараты есть в достаточном количестве. Они выписываются бесплатно. Пациенты их получают в аптеке. То есть здесь никаких проблем с этим, никаких проблем нет. То есть я так правильно понимаю, что как только человек узнал о своём диагнозе, он должен прийти к вам, встать на учёт и дальше находиться под вашим наблюдением. Да. В каком периоде времени получаются эти препараты? Или по мере необходимости? Они выписываются ежемесячно. Ежемесячно. Да, то есть если, допустим, он куда-то уезжает, пациент, да, в командировку, в отпуск, то выписывается на то количество времени, которое ему нужно. То есть пациент имеет лекарства постоянно, на постоянной основе. То есть я правильно понимаю, что есть группа людей, которые обязательно сдают анализ на ВИЧ-инфекцию? Кто это? Совершенно верно. Но это в основном медицинские работники, то есть лица, которые связаны с кровью. Например, вот все медицинские работники у нас в больнице сдают анализ на ВИЧ один раз в год, а лабораторная служба два раза в год. Ну, это то, что закреплено законодательством. Все остальные люди, да, которые не имеют отношения к медицине, у них анализ на ВИЧ обычно берётся при обращении за медицинской помощью. При любом обращении. В общем, сейчас рекомендация, даже если пациент пришёл к стоматологу, предложить ему сдать анализ на ВИЧ. Насколько мне известно, беременным предлагают, это не обязательно? Нет, беременные обязательно, доноры обязательно, это те категории, конечно, которые обязательно. И лица, которые находятся в лечебных учреждениях, да, какие-то тоже обязательно. Ну, это как бы два раза за беременность женщины сдают анализ на ВИЧ в обязательном порядке. Не зря я затронула тему беременности. Хотелось бы сейчас поговорить о детях и ВИЧ. Скажите, пожалуйста, если супружеская пара, зная о том, что они ВИЧ-инфицированы, вообще стоит ли им задумываться о детях? Могут ли у такой пары родиться здоровые дети? Дело в том, что у такой пары, как правило, рождаются здоровые дети. Всё лежит на маме. Если женщина получает противовирусную терапию, которая одновременно является и профилактикой для ребёнка, то во время беременности в родах ребёнку первый месяц жизни тоже даются определённые сиропщики, лекарства в виде сиропов, то такой ребёнок будет здоров. Риск рождения составляет от 1 до 3%. То есть основная масса деток с 1996 года, да, с начала эпидемии, если мы берём, у нас родилось 40 детей, при том, что родов, наверное, на конец года будет уже порядка 500. В общем-то, статистика вот такая. То есть эти дети берутся на карандаш, и у них нет хронического заболевания? Эти дети наблюдаются в Московском областном центре СПИДа до достижения возраста 2 лет. Обычно 2 лет, иногда до 1,5 лет. До того момента, когда произойдёт так называемая серая конверсия, и из крови ребёнка исчезнут материнские антитела. Предлагаю сейчас поговорить о других детях и о других родителях, которые не идут к специалистам со своими детишками. Что происходит с ними? У нас есть в районе такая ситуация. Она длится уже не первый год. Пациентка очень образованная, занимающая очень хороший пост, то есть имеющая хорошее место работы. То есть обвинять её в какой-то там неграмотности, да, никаких оснований нет. И тем не менее эта женщина отрицает у себя наличие ВИЧ-инфекции. У неё девочка, которая вот уже скоро в школу идти, которая уже находилась у нас в лечебных учреждениях по поводу прогрессирования ВИЧ-инфекции. И эта женщина отрицает и наличие ВИЧ у её ребёнка. Она не даёт ребёнку лекарства. И, конечно, эта девочка с каждым годом ухудшается и ухудшается. И мы понимаем, что если лечение не наступит у ребёнка, то в конце концов она погибнет. Можно ли как-то подобных родителей привлечь к ответственности? Да, в настоящее время такие рычаги появились. То есть если раньше мы не могли ничего сделать, писались письма в опеку из Московского областного центра, СПИДа, то сейчас есть юристы, которые занимаются конкретно этими ситуациями. Есть уже прецеденты судов, когда по суду было принято решение изъятия ребёнка и помещения его в больницу, где проведение курса лечения. То есть сейчас ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Но, тем не менее, очень тяжело. Потому что мамы... СПИД-диссидентство процветает до сих пор. Несмотря на то, что у нас уже заболевания достаточно долгие, скоро мы будем отмечать 30 лет эпидемии. То есть действительно ли человек может рассчитывать на то, что его диагноз никто не узнает? Какие... кто может... кто может знать? То есть звоните ли вы близким родственникам при... при ВИЧ-инфекции, да, что вы её выявили? Говорите ли вы, например, жене, маме или кому-то? Или нет? Вы знаете, мы не имеем права никому ничего говорить. У нас на картах всегда отмечено, знают родственники или не знают. Потому что есть ситуации, когда родственники знают, и это очень хорошо. Потому что тогда у человека есть поддержка. Очень часто, иначе он один. А когда человек один, начинаются вот эти все моменты депрессии, которые ухудшают течение ВИЧ-инфекции. Вот. Но если он говорит категорически нет, то, соответственно, у нас на карте, во-первых, родственники не знают. А во-вторых, у нас такое информированное согласие, где он отмечает, что можем ли мы кому-то доверять эту информацию или нет. Если кому-то можем, он прямо пишет, пациент пишет контакты с номером телефона. Если нет, то нет. У нас есть ситуации, когда, допустим, пациент у меня уже на учёте больше 15 лет, а его партнёрша, жена, скажем так, выявляется только сейчас. Он скрывает свой диагноз. И когда я иду на консультацию к жене в стационар и спрашиваю её, вот как у вас ситуация, ваш муж здоров? Я знаю, что он нездоров, но я не имею права ничего сказать. Она говорит, да, здоров. Я говорю, а вы видели его анализ? Она мне говорит, зачем? Он сходил, сдал, у него всё отрицательно. Я говорю, вы видели? В ответ слышу, мне это не надо, у нас доверительные отношения. Так откуда же у неё... Конечно, от мужа. Нет, я понимаю, а она как это описывает? Ну, сходила к стоматологу, сходила к гинекологу. То есть мы всегда найдём кучу оправданий. Кстати, про стоматолога и гинеколога. Вообще часто ли встречаются подобные нетипичные случаи заражения ВИЧ? Вы знаете, у нас таких случаев нет. И если... Вирус нестойкий во внешней среде. Если санитарно-эпидемиологический режим соблюдается, то риска передачи в этих учреждениях нет. Здесь та же самая рекомендация, что и с маникюрными кабинетами. Не надо ходить в подвал. Ходите в достойные клиники, в государственные клиники, где вы уверены, что всё обрабатывается так, как должно обрабатываться. И тогда риска заражения не будет. Как сегодня доносится эта информация детям? Как сегодня информация доносится школьникам? Вообще сегодня в обществе говорят про СПИД? Вы знаете, я хожу по школам, начиная с 8 класса. У меня второй врач-инфекционист у нас в поликлинике, мой коллега Лев Павлович Денисов, он тоже ходит по средним учебным заведениям. В лекции мы читаем. Здесь проблема в том, что подростки не слышат. Абсолютно не слышат. То есть я сижу, я вижу, что там абсолютно... И вы знаете, я в какой-то момент этому рада, потому что если аудитория подростковая начинает задавать мне вопросы, то меня это напрягает. Потому что в этом возрасте подобные вопросы говорят о том, что подросток уже столкнулся с этой проблемой. И хорошо, когда в аудитории ни одного вопроса. Просто дети послушали для них, что ВИЧ-инфекция, что жизнь на Луне или на Марсе – это одно и то же. Но, к сожалению, потом, приходя ко мне года через два, через три, у меня бывают случаи, когда девушка спрашивает, а почему мне об этом в школе не говорили. То есть, конечно, здесь, мне кажется, то, что касается врачей, у нас это в плане работы. Мы ходим и делаем. Но, мне кажется, должна быть какая-то государственная политика, и она должна быть совместна с образованием, может быть, и на постоянной основе. Только тогда эти подростки будут слышать. Хотя бы обучение навыкам безопасного поведения. Давайте, может быть, мы сейчас перечислим те самые навыки безопасного поведения. Как можно защитить себя от ВИЧ-инфекции? Ну, уже логически понятно, как, да, из нашего разговора. Поскольку основным путём сейчас всё-таки является половой, то секс с незнакомыми партнёрами только с использованием презерватива. Это единственное, что защищает заражение практически на 100%. Это вот первое, главное и основное. Если мы говорим о передаче через кровь, не касаясь наркотиков, то, конечно, нужно ходить в те лечебные учреждения, не в подвалы, в те маникюрные кабинеты, в те татуажные салоны, где вы уверены, что соблюдается всё ровно так, как должно соблюдаться. Тогда риска заражения не будет. Ну, а по поводу употребления наркотиков, это больше к подросткам. Уметь сказать «нет», когда тебе предложат. Перед планированием семьи надо ли мужу задавать такой вопрос, жене задавать такой вопрос, вести на специальные анализы, или это всё зависит лично от человека? Ну вот смотрите, с учётом того, что всё-таки ВИЧ-инфекция никак не проявляется долгие годы, в Европе вообще сейчас такой курс взят, чтобы максимально выявить, максимально лечить и остановить эпидемию. Что там идёт сейчас активная пропаганда, направленная на то, что придите и сдайте, просто сдайте анализ на ВИЧ, даже если вас ничто не беспокоит. И, конечно, пары, когда пытаются, да, или планируют вступать в серьёзные отношения, конечно, в идеале оба партнёра вместе приходят, и у нас такие пары есть, молодые ребята, девчонки, которые приходят и вместе сдают анализ на ВИЧ. То есть можно сказать, что это такая модная тенденция современная, сдать анализ на ВИЧ? Я не могу сказать, что это модная тенденция, потому что если бы она была модной, это было бы более массово, чем есть, но то, что это уже есть, это правда. Это платная процедура? Бесплатная. Согласно закону Российской Федерации, обследование на ВИЧ в любом медицинском учреждении, государственном медицинском учреждении является бесплатным. Для телезрителей, которые сейчас смотрят нашу программу и, возможно, заинтересовались, и хотят прийти и провериться на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции, хотела бы спросить, куда им идти, где вы находитесь? Я знаю, что там всё не так просто с кабинетом, с табличками, и вообще такая достаточно конфиденциальная информация и конфиденциальное помещение. Ну, оно просто как обычный кабинет врача, нигде в поликлинике вы слово «спит» не увидите, и ВИЧ вы тоже там не увидите, потому что это врачебная тайна, и пациенты, которые приходят на приём, они должны чувствовать себя комфортно. Поэтому каждый пациент звонит, по телефону записывается, и ему назначается определённое время, по возможности, чтобы он не пересекался с другими пациентами. Значит, записаться можно по номеру телефона. 495-503-4010. Там принимаете только вы? Да, я с медсестрой. У нас есть второй доктор на втором этаже, который тоже в отсутствии меня может, в моём отсутствии, может вести приём. И номер телефона тот же самый. Ну что, остаётся, наверное, пожелать нашим телезрителям, чтобы они соблюдали все меры безопасности, которые вы перечислили, и действительно заражённых в нашем регионе, районе, округе с каждым годом, но если не уменьшалось, то, по крайней мере, не увеличивалось. Большое спасибо за то, что нашли время прийти в нашу студию и в очередной раз поднять такую достаточно серьёзную, сложную тему, о которой надо говорить, и говорить надо как можно чаще. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Разговорова, специалист по ВИЧ-инфекции Люберецкой районной больницы номер 2. Вы смотрели программу «Калейдоскоп». В студии была Ольга Чуканова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова